Так говорит Создатель Благовест Поставленная мною задача по построению на земле моей пирамиды власти Воспринимается только в случае изучения и понимания ее энергетических уровней Где первым уровнем является материальный мир Вся пирамида власти и этот мир, как я неоднократно говорил Базируется на четырех ключевых словах, важнейших для человека Вера, любовь, надежда и мудрость В этих фундаментальных словах заложена основа поведения человека в материальном мире И идеология религии моей вечной И человек, душа его, пройдя испытания в материальном мире Пройдя сито лукавого, может рассчитывать на мое одобрение И поддержку при получении знаний моих вечных Уровень знаний этих, результат испытаний на земле Помогают мне определить сроки и необходимость пребывания человека на земле Для продолжения совершенствования человека, его души Обучение знания моим вечным Совершенствование души человека Не есть его самоцель на земле А это есть часть общего процесса формирования души человека До подобия моего в духовном мире Главнейшая задача для человека Есть формирование души его До моего подобия Потому что только тогда достигается возможность человеком, душой его Получения мудрости моей и подобающего места душе его рядом со мной Для этого и материальный мир А необходимость прохождения испытаний у лукавого Есть обязательный этап формирования личности человека И первый, базовый, если хотите Фундаментальный этап развития души человека Это называется, по-вашему, через тернии к звездам Очень хорошее выражение Оно очень правильно характеризует материальный мир Все колючки, подставы и капканы лукавого Направлены на то, чтобы заставить прорываться Продираться человека, душу его Через суровые тернии Когда наградой в этом случае является только звездочка надежды На постижение знаний моих для будущего Очень важно понять, что все сложности этого мира Направлены на формирование личности человека Души его Но только для завтра Как нежестоко звучит Все тяжелые испытания Все соблазны, которые должен пройти человек в материальном мире Это только для призрачного, для материалистов Виртуального, по пониманию, завтра Это завтра Есть будущее пребывания души человека в духовном мире Которое не оценишь Не пощупаешь из материального мира В этом и вся проблема Лукавый проводит испытания вас по моему заданию Для вашего же будущего Которое на момент испытания в материальном мире Очень призрачно Или, как вы говорите, виртуально В этих условиях вы имеете только один шанс для этого будущего Верить мне В том случае, когда вы отказываетесь от моего призрачного будущего Вы переходите в реальное настоящее Лукавого И отдаетесь ему А он вас за благо материального мира ведет вниз Доводя до уровня человека-животного И тогда у вас нет никакого будущего И нет перспектив вырваться из-под Лукавого Вы переходите к нему в управление Поскольку не можете даже надеяться На прохождение моего суда И это место, куда вы попадаете В этом случае называется Адом Где спрос с вас как с животного И уже по меркам животного Подняться из этого места практически невозможно И критерии оценки этого человека-скота Совсем другие И отношение к нему И у Лукавого И у меня Совсем другое Я не хочу даже разбирать Или показывать вам правила ада Это мне не интересно Это не для человека-творца Человека-труженика Которые мне нужны Из-за которых волнуюсь Как за детей своих И поддерживаю их И веду к свету знаний моих Мой путь для детей моих Это путь со мной На следующий уровень развития Моей пирамиды На уровень духовного мира Вы это зовете Пусть будет рай Это для материального человека Должно быть мечтой И счастьем Добиться уровня духовного мира Рая Когда уровень совершенствования души его Позволяет быть рядом со мной И быть подобием моим В духовном мире Это важнейшая из задач Она определяет будущее человека В завтра К которому я веду его через тернии Это путь творчества Кропотливой работы над собой И строжайшее соблюдение Законов моего мироустройства Религии моей Все это требует От материального человека Самоограничений во всем Что предлагается лукавым Все пороки и соблазны Материального мира Сводят с ума человека И он ради порока Главнейшего порока Гордыни Наступает на горло своей песни На свое будущее Ради мгновения сладкого греха Я понимаю Что устоять перед гордыней Перед возможностью власти Над себе подобными Перед развратом Очень трудно Но только эти испытания Это зло Дает возможность понять Что такое добро и любовь Только через испытание ада Становится видна Светлая дорога в рай Ко мне В духовный мир Благовест Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...